В этом году впервые за 17 лет российские спортсмены по академической гребле блестяще выступили на Олимпийских играх в Токио. Высокие результаты показали петербурженки Василиса Степанова и Анна Прокотень из Сестроедской школы Олимпийского резерва имени Коренькова. Об истории академической гребли и выдающихся именах расскажем прямо сейчас на Первом канале. Доброе утро! Серебряная медаль в женских двойках, серебро среди женских одиночек. Для академической гребли России это исторический момент. Прошедшая Олимпиада дала надежду на возвращение былых успехов в этом виде спорта. Еще недавно в северной столице было 15 гребных клубов, в советские годы 34, а теперь пересчитать их можно по пальцам одной руки. И на этой тяге разворот, рукояточки и заброс. Поехали! Одна из немногих спортивных школ, которая воспитывает гребцов, школа Олимпийского резерва имени Коренькова, где есть отделение академической гребли. У нас есть спорт высших достижений, начальная подготовка. У нас отличные тренера вообще. Аня Чередникова, она в Америке была лучшим тренером. Мерк Ларисы Викторовны, заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр. Лариса Мерк, заслуженный мастер спорта России, наставник и пример для молодежи. На Олимпийских играх в Австралии 2000 года завоевала бронзу в составе парной четверки. Ведет занятия в группе начальной подготовки в Сестровецке на тихой спокойной воде озера Разлив. Скучает по тем временам, когда можно было спокойно заниматься в акватории Невы. У нас акватория вся Невы была свободной. Не было столько катеров, яхт. И она была свободна для спортсменов. Кишела катерами тренеров, которые вели своих спортсменов. Это сейчас-то редко кого увидишь на этой акватории. Летом тренировки проходят почти каждый день. Этот сезон был особенно удачным по погоде. Ребята пробуют себя в разных видах, чтобы потом выбрать самый подходящий для себя. Мы с ребятами на всероссийских соревнованиях выступали в четверке. Также мы ходили в двойке, просто на тренировках и в одиночках. То есть в лодках, в которых гребет только один человек. Хоть водный сезон и скоро закончится, осенью в секцию приглашают новых учеников. Зимой занятия проходят на гребных тренажерах. Иногда тренеры проводят встречи в школах, приглашая ребят и рассказывая о преимуществах своего спорта. Это такие как бы россыпи алмазов, которые просеиваешь через большое сито всех молодежи, учеников, учащихся. Начиная с пятого и шестого класса выискиваешь их. Не все доходят до пьедестала, и не у каждого это цель. Кому-то просто нравится заниматься этим видом спорта. Он им интересен тем, что он очень сложный, он координационно сложный, он выносливый. Часто говорят, что в греблю приходят люди интеллигентные и разносторонние. Недаром это был любимый спорт английских джентльменов. Петербуржец Юрий Тюкалов, первый олимпийский чемпион Советского Союза по гребле, был и титулованным спортсменом, и выдающимся скульптором. Сейчас мы находимся в мастерской Юрия Сергеевича Тюкалова, где он творил в течение 60 лет. Вот я сейчас несу работу Юрия Сергеевича. Это последняя его незаконченная работа. Он очень любил работать с историей Петра Первого. Его скульптуры можно увидеть в домике Петра и на могиле императора. Его монументальная работа на площади Победы известна каждому петербуржцу. Это панно, посвященное героическим защитникам Ленинграда. Оно подсвечивается соответствующими огоньками. Откуда стурм происходил немецкого кольца и разрыв, все показано. Эта работа сыграла решающую роль в судьбе Юрия Тюкалова. Для того, чтобы ее закончить, ему пришлось выбирать между карьерой художника и тренера. Выдающийся спортсмен в те годы был кумиром спортивной молодежи, но все-таки выбрал искусство. В мемориальной мастерской Тюкалова хранятся и его скульптуры, и архивные фотографии с Олимпиады чемпионатов. Самая интересная фотография – это вот это. Здесь на этой фотографии Юрий Сергеевич, когда выиграл Олимпиаду в 1952 году в Хельсинки, получает памятный подарок от президента Финляндии. Президент Сулацкана снял значок, который обозначил, что он президент Финляндии, и вручил его Юрию Сергеевичу. Среди идей сделать его мастерской – небольшой музей гребли и проводить здесь встречи с юными спортсменами и ветеранами спорта, которые будут вдохновлять молодежь на новые успехи. Юлия Демьянова, Олег Подьячев, Катерина Горбачева, Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.